Итак, мы готовы начать наше захватывающее путешествие. Меня зовут Брюс Дикк. Для меня большая честь стать вашим учителем на какое-то время, чтобы вместе изучить две библейские книги, которые лично для меня представляют огромный интерес, изменили мою жизнь и жизнь в той церкви, в которой есть услужение. Я надеюсь, что это изменит и вашу жизнь. Я хотел бы представиться, рассказать немного о себе, о своей жизни. Вы уже знаете мое имя, это немецкое имя. Мои прародители приехали из Германии в Америку после того, как прожили какое-то время в России и были вынуждены уехать оттуда из-за гонений. Поэтому я очень люблю вашу страну. Моя семья выросла в штате Северной Дакоты. Это один из самых северных штатов Америки, который граничит с Канадой. Поэтому нередко мы отправляемся на рыбалку летом в эту страну. Это самая ближайшая к нам страна. Я вырос на ферме. Мои родители, родители моих родителей были фермерами в штате Северной Дакоты. Я с детства любил все, что связано с природой. У нас были кошки, собаки. Мы не разводили животных. Мы выращивали зерновые культуры, пшеницу, ячмень и тому подобное. Я помню, как, будучи ребенком, я любил играть на природе, лазить по деревьям со своим братом. У меня есть брат и две сестры. Мой брат на два года младше меня. Мы обожали с ним играть во дворе нашего дома, а также работать с моим отцом в его мастерской. У меня две сестры. Одна на 8 лет меня младше, другая на 13 лет меня младше. Я их обоих люблю. Моим родителям сейчас за 70 лет уже. Они пенсионеры. Они переехали в другой штат. Они сейчас живут в штате Небраска. Поэтому я единственный из моей семьи, которая все еще живет в Северной Дакоте. И вот я рос на ферме. Я думал, что когда вырасту, я обязательно буду фермером. Я хотел стать фермером. Я учился как мог. И потом я захотел поступить в Библейский колледж, потому что очень многие мои сверстники к этому стремились. Я поступил, и 4 года я обучался в Библейском колледже. Мне очень нравилось там учиться. Я играл за баскетбольную команду нашего колледжа. Не то, чтобы я был очень хорошим игроком в баскетбол, но я старался, играл в защите. Глядываясь назад, я понимаю, что Бог готовил меня в те годы. И вот будучи на первом курсе, когда я еще учился в Библейском колледже, в нашей церкви появился новый пастор. Он только что закончил семинарию, и у нас с ним стали завятываться отношения. Я тогда был очень молод. Он только что закончил семинарию, но я помню, как однажды мне сказал, «Брюс, однажды ты будешь пастором». Я ему отвечаю, «Не, не, не, я не хочу быть пастором. Я хочу быть фермером». Но он сказал, «Ты станешь прекрасным учителем». Я преподавал в воскресной школе с 13 лет. Я люблю преподавать, люблю рассказывать, учить. И вот пастор мне сказал, «Брюс, я думаю, тебе следует задуматься над тем, чтобы поступить в семинарию после того, как ты закончил Библейский колледж». Я так ему ответил, «Ну, может быть». Он посоветовал мне ту семинарию, в которой он учился. Это семинария в городе Далласе. Прошло не так много времени, когда я стал задумываться, «Может быть, это то, что Бог от меня хочет». И вот я написал заявление для поступления и думал про себя, «Они никогда меня не примут». Ведь они хотят тех, кто когда-нибудь станут пасторами. Но я написал своим заявлением, «Хочу быть фермером». И я был уверен про себя, что такого они никогда не примут. Прошло несколько месяцев, и достаточно сложно было поступить в эту семинарию, поэтому я про себя был уверен, что ничего из этого не выйдет. И вот прошло несколько месяцев, я уже учился на следующем курсе, и я получил письмо, в котором было написано, «Мы рады приветствовать вас, как будущего студента нашей семинарии». Я про себя подумал, «Ничего себе, неужели это произошло?» И вот после того, как я закончил колледж, я стал учиться в семинарии, но все еще не хотел стать пастором. И именно поэтому я выбрал двугодечную программу обучения, но я подумал про себя, неплохо было бы узнать немножко больше о Библии и потом вернуться домой и быть хорошим фермером. И вот я приехал, и эти два года были замечательным временем в моей жизни. Я встретил прекрасных людей, с которыми до сих пор я переписываюсь. У меня замечательные воспоминания остались. Мы так глубоко вникали, это время было таким обогащающим, мы так много узнавали. Но когда я закончил семинарию, я вернулся домой и стал заниматься тем, чем хотел. Я стал фермером. Я помогал на ферме моему отцу, моему брату, моему дедушке, моему дяде. У нас была дружная команда из пятерых человек. Через несколько лет к нам присоединился мой двоюродный брат, когда он уже достаточно подрос, чтобы быть фермером. Мне очень нравилось этим заниматься. В течение недели я работал на ферме, а на выходных я проповедовал в какой-то церкви в нашем районе. Когда пастора узнавали о том, что с ними живет выпускник семинарии, то они предлагали мне проповедовать в их церкви, когда сами уезжали в отпуск. Я никогда не отказывался, и я проповедовал в 20-30 церквах в нашем районе штата Северной Дакоты. Я встретился со многими замечательными людьми, и даже у меня был опыт помощи в основании новой церкви в трех милях от нашего города. И вот люди в этой церкви, они предложили мне быть пастором на шесть месяцев, пока они не смогут пригласить нового пастора. Я согласился. Время шло, я все еще был холост, и вот в это время я встретил замечательную молодую девушку по имени Труди. Какое-то время мы встречались, потом она уехала учиться в колледж, я был старше, чем она. Но спустя несколько лет мы опять встретились. Она уже закончила колледж и несла служение в организации под названием Campus Crusade for Christ. Мы возобновили отношения и даже стали задумываться о том, чтобы создать семью. И вот в 1992 году мы поженились и стали жить на нашей ферме. Труди, она мечтала о служении, мечтала о миссии. Она к этому времени уже посетила достаточно много стран. И вот мы стали жить вместе. У нас сейчас четверо детей. Нашей старшей, Михеле. 16 лет на данный момент. Она просто подарок от Бога. Знаете, родители всегда переживают, когда у них рождается первый ребенок. Время от времени я буду вам рассказывать о нашей семье, но сейчас я хотел бы поделиться с вами небольшой историей. Когда ей было 3,5 месяца, мы заметили, что она отстает в развитии. Она была очень беспокойным ребенком. Мы показали ее одному доктору, он не увидел никаких проблем. Показали другому доктору, он тоже сказал, что все в порядке. И вот однажды мы заметили, что когда она плачет, у нее губы синеют. И мы поняли, что что-то не так. Когда так же она пьет из бутылочки, мы тоже заметили, что губы синеют. Мы поняли, что что-то не в порядке. Сестры из нашей церкви обратили наше внимание на то, что когда она плачет, ее грудь очень необычно дрожит. И мы обратились за помощью в одну клинику к специалистам. И нам сказали, мистер и миссис Дик, мы примем вашу дочь, посмотрим, возьмем анализы, исследуем ее. Мы не планировали долгое время там находиться, мы вернулись домой. Но вот вскоре нам позвонили и сказали, у вашей дочери увеличенное сердце, огромное сердце, с одной стороны, и очень маленькое с другой стороны. И эти две половинки между собой очень плохо соединены, поэтому нам сказали, нужна операция на сердце. Мы едва стали родителями, мы ничего об этом не знаем. Операцию нужно было делать в другом городе, нашу дочь доставили туда на самолете, мы же ехали на машине, плакали, молились, наша церковь за нас молилась. И вот спустя несколько дней ей сделали операцию, соединили вот эти половинки сердца, которые не были соединены. И сегодня она совершенно здорова, она играет на скрипке, у нее прекрасный голос, занимается спортом. И мы понимаем, что это Божья благодать. Вот несколько наблюдений. Имея такое больное сердце, она получала недостаточно кислорода. Вот, знаете, измеряют количество кислорода, поступаемого в организм, надевая датчик на палец. И вот этот датчик должен показывать 98%. Ее же показания были чуть больше 80%. То есть ее мозг мог просто-напросто умереть от недостатка кислорода. И осознав это, мы просто благодарили Бога за то чудо, которое Он совершил в нашей жизни. Сейчас она заканчивает школу. У нас еще есть два мальчика. Лэндону на днях исполнится 14 лет. К сожалению, мы пропустим его день рождения. Учится он уже в восьмом классе. Он обожает заниматься спортом. Особенно успешен он в легкой атлетике, занимается бегом. Также он играет на гитаре. Он, наверное, самый энергичный ребенок в нашей семье. Очень много эмоций, много страсти. Есть еще Чендлер, ему 12 лет, и он скоро будет учиться в седьмом классе. Он играет на скрипке и очень похож на своего отца. Он обожает играть в различные игры, спортивные игры. Вчера меня пригласили в детский лагерь, и дети играли в волейбол. Я не мог удержаться, я стал играть с ними. Чендлер поступил бы точно так же. Он достаточно умен, хорошо учится. Еще у нас есть младшая дочь в семье. Ее зовут Саша. Как вы понимаете, это русское имя, Александра. Ей сейчас 8 лет. Ему удочерили ее из России в 2003 году. Тогда ей было около двух лет. И вот в ноябре мы будем отмечать, нужно посчитать в уме, семь лет, как она живет вместе с нами. До этого она жила в городе Перми. Я думаю, вы слышали о таком городе. Это было потрясающее приключение. Бог, Он испытывал нашу веру. Почему мы решили ее удочерить? Я приезжал в Россию в 2001-2002 году, чтобы преподавать в колледже. И я полюбил русских людей. На самом деле полюбил. Было замечательное время. И вот Бог послал мне такую мысль. «Брюс, если ты действительно любишь этих людей, то что ты думаешь о том, чтобы удочерить или усыновить кого-нибудь из России?» Мы с женой обсуждали о том, сколько мы хотим детей. У нас было трое детей на тот момент. Время от времени мы поднимали тему о том, чтобы кого-то усыновить, но на самом деле это не было серьезным намерением. И вот мне казалось, что Бог мне говорит, «Я хочу, чтобы ты об этом поразмышлял, но пока не говори своей жене». Я так думаю, «Почему?» Но я на самом деле ничего не сказал. И в то же самое время Бог совершал работу в сердце моей жены. И вот однажды, когда я вернулся домой из церкви, я увидел, что она плачет. Я думаю, «Неужели я опять что-то натворил?» И я спросил ее, «В чем проблема?» И она мне говорит, «Я вот посмотрела фильм о ситуации с детьми-сиротами в России. Я хочу кого-то усыновить из России». Знаете, у меня пропал просто дар речи. И в этот момент я понял, что Бог хочет, чтобы я ей рассказал то, о чем я думал последние месяцы. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Очень, очень особенные переживания в нашей жизни. Я ей говорил, что я думаю, что Бог хочет, чтобы мы усыновили кого-то из России. И Он провел нас Своей рукой по этому трудному пути. Американская сторона, которая должна была нам помогать, совсем не торопилась. Мы вопрошали и молились Богу, а стоит ли нам продолжать? Но уверенность, которую Бог положил на наше сердце, уверенность в том, что мы должны усыновить ребенка из России, была настолько сильной, и что мы смогли пройти весь этот путь до самого конца. Все закончилось. Александра приехала к нам домой в качестве нашей дочери. Ей было на тот момент почти два года. Она совсем не разговаривала на тот момент, поэтому русское она не знает. Мы пытаемся ее научить каким-то русским словам, хотя сами русский толком не знаем, но одно слово она еще помнит с детского дома. Это слово «лягушка». И мы ей говорим, «Саша, лягушка, лягушка». Мы не знаем много русских слов. Готовясь к этой поездке, мы ей рассказали, что мы едем в Россию, и она нас спрашивает, «В мою Россию?» Нет, Саша, не в твою Россию. Мы едем в другой город. Мы немножко ей рассказали о России. Она обожает, укладываясь на ночь спать. Когда я ее укладываю, поворачивался ко мне и говорит, «Папа, расскажи мне про Россию». Я говорю, «Хорошо». Я таким голосом, «Саша, я сейчас расскажу тебе про Россию». Она замирает, лежит и смотрит такими огромными глазами и внимательно слушает. Где-то, может быть, раз в неделю я ей рассказываю что-нибудь про Россию, про детский дом, как мы с ней встретились, как она получила свой паспорт. Она научилась говорить, она учит английский язык и уже закончила первый класс в школе. И в следующем году пойдет во второй класс. Мы еще не раскрыли все ее таланты. Она обожает петь, ей нравится танцевать, заниматься гимнастикой. Мы посмотрим, какие дары Бог ей даст. Итак, это немного о нашей семье. Сейчас родители Труди смотрят за нашими детьми, пока мы здесь. Сейчас я хотел бы немножко рассказать о том, как Бог привел нас сюда. Я вам уже говорил о том, что я был фермером, занимался работой на ферме, но в 1997 году мой отец и все мы решили, что больше не можем заниматься работой на ферме, потому что условия работы были ужасными. И Труди, и мы стали искать церковь. И именно в этот момент, в 40 милях от нашего города, в одной церкви открылась вакансия, вакансия помощника старшего пастора. Я откликнулся, и меня приняли. И в октябре 1997 года я стал помощником пастора в этой церкви. И с тех пор я там несу служение. Сначала я был помощником пастора, но через год я стал старшим пастором этой церкви. Старший пастор, он уехал, поэтому я занял его место. И с тех пор я проповедую, преподаю. Неся служение пастора, всегда есть чему научиться, всегда есть в чем улучшить свое служение. Это может касаться проповеди, душепопечения, общения с людьми. Бывают моменты, когда я прошу Бога, пожалуйста, верни меня на ферму. Я больше не могу нести служение пастора. А бывают моменты, когда я благодарю Бога за самую лучшую работу на свете, которая может быть. Я буду честен с вами. Если Бог кого-нибудь из вас призовет на служение пресвитера, то это будет как самым огромным благословением для вас, так и самым огромным испытанием. И не важно, где вы будете нести это служение, в России или в Америке. Бог даровал мне так много возможностей преподавать, проповедовать, делиться. И для меня большая радость быть здесь с вами. Я четыре раза уже был в России, и до этого я каждый раз преподавал курс, «Как изучать Библию». Я обожаю этот курс и преподаю его с большим удовольствием, потому что это дает возможность читать вместе с вами Библию. Вы знаете, что Бог хочет, чтобы мы ее понимали? И есть какие-то основные методы, которые помогают нам вникать и понимать, что Бог хочет нам сказать. И для меня большая честь приезжать и преподавать этот курс. Сейчас у меня есть возможность разобрать с вами отдельную книгу Библии. Это первое и второе послание Тимофея. По этим книгам я проповедовал своей церкви, и я рад возможности поделиться с вами тем, что Бог мне открыл. И очень много полезного, я надеюсь, вы для себя возьмете, неважно, студенты вы, пастора. Принципы, которые изложены в этой книге, они вне культуры, они вне истории. Я думаю, что очень много применения можно лично для себя извлечь для современной церкви, для нашего служения с вами. Сейчас я хотел бы перейти от разговора о себе, о своем прошлом, и поговорить об описании курса. Описание курса достаточно простое, и мы сейчас кратко рассмотрим, что мы будем изучать на этом курсе. Задачи курса сформулированы следующим образом. Первое, изучить экзогетические и практические аспекты трех пастырских посланий. Пастырские послания включают в себя первое и второе послание к Тимофею и послание к Титу, но послание к Титу на этом курсе мы с вами рассматривать не будем. Итак, возвращаемся к задачам курса уяснить их значения и способы применения в повседневной жизни и пастырском служении. Моя цель не столько академическая. Моя цель в том, чтобы после этого курса вы знали, как применить полученную информацию в своей церкви, в своей семье, в своей собственной жизни. Я люблю изучать слова, поэтому многое, о чем я буду делиться с вами, основано на значении тех или иных слов. Что это слово означает именно в этом контексте? Почему Павел выбрал именно это слово? Поэтому я молюсь о том, чтобы каждый что-то взял для себя из этого курса и применил в том служении, которое доверил нам Господь. Итак, у нас четыре цели курса. Первое, получить общее представление о первом и втором послании Тимофея, основанное на синтетическом подходе к изучению Библии. То есть нам нужно получить общее представление, о чем идет речь в первом и втором послании к Тимофею. И именно этим мы с вами будем сегодня заниматься. Я приведу очень много исторических сведений. Итак, мы подходим ко второй цели нашего курса. проанализировать исторический фон и контекст первого и второго Тимофея с целью правильного понимания сути каждого из исследуемых посланий. Возможно, в конце сегодняшнего дня вас ждет некое разочарование. Вы задаетесь вопросом, а будем ли мы саму книгу изучать? Но сегодня мы рассмотрим исторический фон посланий, ответим на вопросы, кто Павел, кто Тимофей, где находится Тимофей, почему он там находится, где находится Павел, когда он пишет это послание, что происходит в их жизни. Обо всем этом мы будем с вами говорить. Представьте, что мы строим новый дом. И когда вы строите дом, во всяком случае в Америке, у меня есть друзья, которые занимаются строительством, вы не начинаете строить дом, не заложив фундамент. Вы копаете котлован, заливаете бетонный фундамент, поднимаете фундамент над уровнем земли, и уже потом начинаете строить стены. И именно этим мы займемся. Будем закладывать фундамент для нашего изучения первого и второго послания к Тимофею. Это цель номер два. Цель номер три. Обосновать и продемонстрировать применение аналитического подхода к толкованию первого и второго послания к Тимофею. Аналитический подход заключается в том, что мы обращаем внимание на детали. Синтетический подход — это рассмотрение целого, аналитический — это рассмотрение частей. И мы будем брать отдельные фрагменты посланий к Тимофею, изучать их, изучать значения слов и учиться применять эти послания. И теперь мы подходим к четвертой цели — выделить и проиллюстрировать практические и экзогетические находки изучаемых посланий для применения их в личной жизни и жизни Церкви. Итак, чем мы будем заниматься? Я буду рассказывать истории. Я люблю рассказывать истории. Допустим, я изучал какой-то стих, и мне показалось, что он применим вот в такой конкретной ситуации. И я буду приводить примеры из своей семейной жизни, из жизни своей церкви. И я надеюсь, что, выслушав, вы скажете, «А, я понимаю, о чем идет речь. Я понимаю, что это значит». Вы можете использовать мои примеры, а может быть, вы скажете, «Я знаю, что это означает. Я знаю пример из моей собственной жизни, который может проиллюстрировать тот или иной стих из первого или второго послания к Тимофею». Я думаю, этого достаточно для нашего введения. Вы получили представление обо мне, вы получили представление об описании курса, что мы ожидаем от этого курса. И после короткого перерыва мы приступим к изучению исторического фона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok